Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции Вы посмотрите, опухоли в промежности как у мужского рода, так и у женского Различия нет, почему? Ответ, потому что мы читаем лекции Согласно восточной медицине, а восток дело тонкое состояние меридианов, ножных Которые контролируют, либо проходят своими траекториями в промежности Обязательно, если вы не знаете в каком состоянии, допустим, меридиан, почек Особенно внутренняя часть, которая контролирует промежность Вы не сможете помочь, скажем так, при опухолях в промежности Можно ее вырезать, но вы не решите проблему Этот меридиан так и не будет работать Вдобавок к операции вы перережете меридиан В следствии чего нарушите ход, это чревато с различными блокадами ЦИ внутри нашего с вами организма Мы назвали один меридиан Меридиан желчного пузыря, меридиан желудка, меридиан печени, пожалуйста, как контролирует Смотрим внутренняя часть А также и другие меридианы, особенно тройной обогреватель Почему? Потому что меридиан тройного обогревателя, мочевого пузыря Они контролируют полностью нижний обогреватель, в который входит промежность Вот вам, пожалуйста, набор меридианов, который вы обязаны знать При тех или иных проявлениях опухоли в промежности Как у женского рода, так и у мужского Различий нету Почему? Потому что энергия Допустим, извращенная какая-то энергия попала в ваш тонкий мир И начинает вами командовать Начинает, так мне нравится это слово, господствовать в нашем с вами тонком мире Вследствие чего она останавливается где-то, допустим, вот в этой области И начинает, что разрастаться эта энергия Информация И, скажем так, происходит, что накопление этой энергии Эта энергия начинает завоевывать ваш организм В уязвимом вашем месте Допустим, это уязвимое место, промежность У некоторых может быть опухоль развиваться в других местах У каждого человека есть свое уязвимое место Вот, в данном случае мы говорим о промежности Потому диагностика 12 меридианов обязательно при всех проявлениях опухоли И не надо думать, что опухоль это предвестник рака Не надо Это всего лишь навсего может быть энергетика, которая попала в ваш организм По нашей с вами вине Сразу говорим, вините всегда себя, не врача, не в каком-нибудь там жизни, либо судьбу Либо там родовые корни, или еще что-нибудь Мы сами виноваты во всех своих грехах Вот и все, сами Не надо думать, что кто-то там Поэтому данную энергетику нужно что у человека забирать Либо пытаться ее, скажем так, вывести с нашего организма Поэтому диагностика 12 меридианов По каждому уязвимые места, воспаленные меридианы Слабые места, скажем так Слабые нужно укрепить, воспаленные нужно что расслабить Для чего? Для того, чтобы энергетика вышла вот это вот А уж потом, если у вас ничего не получается Вы можете прибегнуть к хирургии Хирургия является последним этапом, при котором вы все сделали У вас все получилось Вы с полной ответственностью можете сказать, что вы вложили свою веру, волю, работу над собой А если нет, тогда и хирургия вам не поможет Поэтому данная точка F1 до дуни, состояние меридиана печени Отвечает нам Откуда же образовываются опухоли в промежности Если данный меридиан частенько воспален То данная энергетика может собираться вот в этом вот уязвимом месте И проявлять в себе в виде опухоли То же самое, если данный меридиан слабый, вялый Точно так же, что из-за неработы, невыполнения своих функций Здесь нужно собраться энергетика Грубая Помните, опухоль – это грубая энергия Мы говорим о тонкой энергии Грубая Почему нельзя давать разрастаться опухоли? Потому что она начинает грубеть И она начинает давить тонкую энергию, чтобы этого не было Вот здесь диагностика 12 меридиана нам помочь Для чего? Для того, чтобы активизировать защитные функции всего организма И иммунитет, который кроется в состоянии энергии инь и янь Если вы этого не сделаете, вы упустите драгоценное время Поэтому данная точка при слабости тонизируется, при воспаленности, что расслабляется Ну и так же, состояние тех меридианов, которые вы должны восстановить Обязательно должны быть вами учтены И тот, кто проводит вам диагностику, обязан вас при сердечных опухолях Очень грамотно, разумно проконсультировать Вести, так сказать, в курс дела окупунтуры Спасибо за внимание